Всем привет, дорогие друзья! С вами снова, как всегда, Стас. Давно не видели мое лицо, наверное. И сегодня у нас такое необычное видео. Я только что получил посылку с большой энциклопедией самого интеллектуального сыщика. Я думаю, вы уже поняли про что это. Это Шерлок. Да, это там четвертый сезон, все дела, крутости. Это Шерлок. Сейчас мы сделаем небольшой такой обзор на нее, и вы поймете, стоит ли вам ее покупать или нет, потому что вещь сама по себе, ну, не дешевая, но, я вас уверяю, это того стоит. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, будет еще очень много интересного. Сейчас мы проведем обзор и поехали! Итак, вот, ребят, это чудо света, которое хочется облизать просто каждую страничку у меня на столе. Это обложка, выполнена, кстати, из такой твердой бумаги, картон, скорее всего. Здесь у нас написано, что это от создателей популярного сериала. А-а-а-а, Шерлок. Шерлок Стив Трайп, это который автор вот этого. Итак, мы открываем, и смотрите, у нас сразу здесь обои. Шерлоковские обои, можете вот так вот сделать скриншот и поставить себе на заставку обои. И здесь у нас Шерлок, хроники. Смотрите, какая клевая черная бумага. Все это, кстати, глянцевая бумага, очень приятная. Вот издательство АСТ Москва, большая энциклопедия самого интеллектуального сыщика. Книга стоит, кстати, заказывал на лабиринте без скидки, на там что-то под 1000 рублей. С моей скидкой что-то 760, по-моему, рублей она стоила. Большая энциклопедия, так идем дальше. Вот у нас полностью содержание этой книги. Предусловие, приключение для гадантов. Вот можете прочитать потом полностью издание, что в этой книге. Она, кстати, толстая, и на каждой странице есть какие-то картинки, какие-то факты. То есть здесь больше 300 страниц. И сразу же нас встречает предусловие Марка Геттиса, одного из режиссеров этого сериала. Так, давайте вот здесь. Сэр Арту Конан Дойль. Здесь нас встречает. Тут собака в Баскервилле, я так думаю. Я обожаю просто этот сериал. Вот большая игра. Немножко описание. Я все только получил эту книгу, и сейчас первый раз с вами же ее смотрю. Частный детектив. Запах от нее просто как от какого-нибудь дорогого журнала. Тогда где-нибудь остановимся вот здесь вот. Место съемки. Здесь рассказывается и про то, как снимали Шерлка, где какие-то нюансы, секреты расколотить этот бассейн. Здесь вот где-то должен быть Мариарти. Вот тут вот. Такой вот интересный. Пробные места съемок. Вот, о, Ирэн Адлер. Вот здесь вот у нас есть. Здесь вот досье на ней, видите? А, удаленные сцены еще есть. То есть тоже вот очень интересно. Можно еще узнать про удаленные сцены. Альтернативный водопад. Вот тут такой Бенедикт Камбербэтч. Так вот быстро прилистываю, чтобы не заспойлерить вам всю книгу. То есть просто так вот быстренько показать. О, это, кстати, довольно-таки смешной момент был. И в интернете это потом было. То, что вот этот, кстати, актер играет в «Как избежать наказания за убийство». И он еще в «Гри Поттере» снимался. Тут сидят тут такие. Джон с Шерлоком. О, свадьба. Смотрите, какой дом красивый. В общем, заканчивая у нас книга, я так понимаю, под пустым катафалком дополнительно. Короче, описанием людей. Кто, вот, полезная информация про чертоги разума. Не буду вам показать. В общем, и в конце мне вот этот нравится. Игра не заканчивается никогда. И здесь такой Мартин Фриман и «Бегущий Шайл Холмс» и «Доктор Латсон». Здесь про первые три сезона. То есть четвертого сезона еще нет. Хотя книга 2017 года. Но еще не успели, так сказать, сами написать. Книга формата, я так думаю, чуть меньше, чем листок. А три или нет? Да, чуть меньше, чем листок. То есть она такая веситая. Весит она где-то под килограмм все. Даже чуть больше, на кило 200, кило 300. И здесь такой камбербэтч. Чуть больше вам камбербэтча в камеру. Надеюсь, вы на него сейчас будете смотреть. А с вами был, как всегда, Стас. Ставьте лайк, если вам это было интересно. Делитесь видео с друзьями, пусть они тоже увидят это. Покупайте книги, читайте книги. Только в бумажном варианте. Это очень удобно. И это память. И если вы такой же фанат Шарико, как и я, вы просто обязаны купить себе такую книгу. О, опять на этом же моменте открыл. Что-нибудь. О, секрет. Как Бенедикт Камбербэтч падал. Какая-то грязь на ботинке. Или это свет. А с вами был, как всегда, Стас. Подписывайтесь на мой твиттер, там очень много всего интересного. Инстаграм. До новых встреч. И пока. Мужик.